здравствуйте дорогие зрители здравствуйте дорогие гости моего канала меня зовут тамара вы на канале тамара советское вязание сегодня я хочу ответить на вопросы тега автор тега канал таня смирнова то есть татьяна так называется хочу снимать но боюсь впервые я этот тег увидела на канале у валентина романчик и хочу ответить тоже на этот тег и так я буду вязать в кадре я вижу одно из своих изделий и буду вязать и отвечать на вопросы тега итак первый вопрос как зовут где живешь меня зовут тамара живой в белоруссии областном городе город грудно называется город расположен на границе с польшей то есть к нам от нас к польше ближе чем к нашей столице чем к минску то есть недалеко от польши вот второй вопрос как давно ты вяжешь вяжу я давно я в настоящее время на пенсии и не работаю вижу я давно с некоторыми правда перерывами то работа это еще какие-то дела вот а теперь на пенсии я вижу довольно активно вот уже второй год третий вопрос сколько лет месяцев твоему каналу моему каналу второй год и если посчитать по месяцам по месяцам значит так октябрь-ноябрь-декабрь-анварь-февраль-март год и пять месяцев каналу вот мне все нравится приходить на youtube нравится общаться нравится так что как говорится все замечательно чудесно мне все нравится и 4 как долго думала перед тем как открыть свой канал раздумья были некоторые но уже я в каком-то теге говорила что связи с тем что я знала что я уже не буду работать и ухожу с работы я думала что надо бы открыть канал и как-то значит не решалась немного самостоятельно это сделать и мне помог знакомый программист и помог позже мой внук я уже большой внук ну так что вот таким вот образом была такая вот помощь следующий вопрос писали кому-нибудь негативные комментарии я не пишу негативные комментарии не в соцсетях не значит не на ютюбе нет я не пишу если мне пишут негативные комментарии попутно скажу я либо удаляю либо игнорирую маркер они здесь зацепился так что нет я негативные комментарии никому не писала шестой получали негативные комментарии незнакомых людей в соцсетях нет как-то и в соцсетях но может быть дело в том что я в соцсетях но сколько ну может быть лет семь восемь то есть не так давно по сравнению с молодежью с молодым поколением и нет я не получала таких негативных комментариев в соцсетях тоже опять же нет седьмой назовите три причины по которым откладывали съемку виде с видео но здесь главная причина моя техническая неграмотность я не знала как вести канал как снимать программы мог программу мавави боялась как огня для меня это было но как у нас беларуси говорят темный лес то есть засвечивает смотрю и так вот я откладывала съемку видео одной из причин было то что программу мавави я совершенно не знала и не знала не существование вообще и я боялась ее как огня и мне было страшно в прямом смысле слова открывать программу читать вот эти все функции вот все это в приложении все вот эти моменты для меня это было страшно и я бы сказала даже волнительно и поэтому это вот такая вот причина очень важная значит первая причина технические отсутствие технических знаний нужно второе волнение есть и страх а третье какую третью причину назвать ну тут третьей причины пожалуй нет вот незнание незнание как и что и ну пожалуй третью причину я могу назвать что я в первых своих двух видео несмотря на то что мне помогали монтировать мне там музыка есть а вот третье видео выкладывала сама там нет музыки то есть музыкального сопровождения никакого я понятия не имела я видела что в программе мавави там есть значит музыка можно добавить но пока я не прочла значит значит на ютюбе не нашла видео я уже не помню чью как добавить музыку при монтаже то тоже было это было тоже одной из причин потому что я уже создав немножко поняв как как монтировать я долго не могла поставить музыку это вот как говорится как на духу это вот такая вот информация по съемкам значит 8 вы помните ваш первый положительный комментарий который мне написали положительный комментарий да конечно я помню первый положительный комментарий и для меня это было не то что просто не то что просто приятно а очень и очень приятно и как для начинающего блогера потому что мне написала анастасия канал называется вязание с анастасией клубок и как говорится на минуточку у нее же 209 тысяч подписчиков то есть блогер будь здоров и я сейчас не знаю я не спрашивала у нас анастасии как она зашла ко мне как попала возможно слово чайка привлекло или может быть слово геометрия первое видео вызывает я думаю наверное у всех определенное волнение и когда мне написал такой блогер вот называется канал вязание с анастасией клубок то для меня это было очень приятно очень здорово так что мне такой блогер написала вот и поэтому конечно там мне еще написали несколько человек но вот анастасию конечно я отмечаю и пусть не часто я в настоящее время захожу на ее канал захожу но не часто там смотрю что-то потому как я вот и в совместных проектах участвую и есть мне много пишут комментарии на которые нужно ответить поэтому зайти не всегда есть время к анастасии но вот этот первый комментарий конечно я запомнила и блогер этого запомнила 9 за время ведения канала вы приобрели новых знакомых да там приобрела массу новых знакомых и эти знакомые вот так сложилось удивительно что эти знакомые в основном это у из украины знакомые и так лицевая накид лицевая эти знакомые из украины россиянки есть а из белоруссии немного у меня знакомых и если я так для себя решила если я вижу где-то в интернете вот на ютюбе появляется какой-то молодой блогер у которого ну там может быть 200 300 подписчиков то я стараюсь обязательно поддержать и указывают что мне нравится блогеры белоруссии и написать самый хороший комментарий который только можно просмотрев конечно видео человека вот я с удовольствием смотрю этих блогеров и пишу им комментарии вот поэтому знакомых много с некоторыми общаясь соцсетях с некоторыми вайбере вот ну вот как-то так сложилось как лицевая так 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 секунду так и далее значит ну да о знакомых знакомых действительно у меня уже собралось много и в каком-то значит я отвечала в каком-то теги что значит ответить на вопрос назвать 5 каналов которым я постоянно хожу чуть не ежедневно ну скажем хожу это такое интернетовское слово хожу бываю в гостях вот поэтому у меня много таких знакомых и у меня даже себе шпаргалку небольшую составила кому я хожу довольно часто и таких знакомых у меня где-то более 25 я на их каналы хожу но если не ежедневно то через день то есть знакомые у меня есть хорошие знакомые и это люди и я вот чувствую их через экран что это на мой взгляд хорошие не только вязальщицы но интересные люди значит и и хорошие собеседники позитивные и одним словом это новые знакомые которые с которыми мне приятно общаться вот так скажем 10 вопрос что положительного произошло после открытия канала после открытия канала конечно произошло много интересных событий и это и мне нравится когда мои мастер-классы хорошо значит оценивают и просмотры большие это всегда приятно потому что ведь не секрет монтаж мастер-класса занимает много времени но как говорится много трудов и конечно хотелось бы чтобы мастер-класс которые допустим я монтирую чтобы он набирал просмотры когда это происходит то конечно у меня это вызывает и положительные эмоции и когда мне пишут зрители что вот понравился мастер-класс большое спасибо и опять же когда я захожу к своим девочкам я так называю конечно девочки я называю моих блогеров моих вязащиц и за 50 и 30 летних называю девочки все девочки ну и то есть вот я поэтому говорю что когда я захожу в девочка мне очень приятно видеть если интересная работа или интересный узор какой-то связан а вот сейчас я уж ну кто со мной давно на канале я пытаюсь осваивать крючок как-то вот и значит когда я вижу особенно изделия связанные крючком то есть то что я только осваиваю а люди так ловко и быстро вяжут крючком и у меня есть знакомые каналы которые и крючком и вяжут и спицами мне это просто вызывает восхищение восхищение что какие мастерицы что они вяжут и крючком и спицами у них так здорово получается поэтому мне конечно очень приятно бывать на каналах блогеров вот этих которые ко мне часто заходят которым я захожу кроме вязальных я еще люблю каналы по кулинарии я захожу часто смотрю различные каналы другие такого общеобразовательного характера так что много чего вот произошло и я на ютюбе бываю ежедневно ежедневно редкие случаи если я уезжаю предположим там другой город допустим не надо то я могу не заходить я с телефона не люблю заходить я захожу все время с ноутбука телефона я не люблю так вот как-то у меня привыкла я что я все время с ноутбука захожу телефона но буквально очень редко телефона вайбер а если на youtube надо то с ноутбука вот и вот такой вот ответ на 10 вопрос 11 как близки относятся к вашему хобби если плохо то как это переживаете мои близкие относятся к моему хобби очень хорошо значит и семья дочери хорошо относится и внук который мне помогал и вы знаете первое время когда вот предположим у меня была первая тысяча подписчиков я и видео выпустила тогда было такое радостное приятное событие и поэтому мои близкие они знают как растет мой канал как развивается как растут просмотры и а монетизации немного тоже знают поэтому у меня как бы так у меня плохого такого значит не наблюдается таких каких-то плохих нюансов чтобы допустим меня осуждали мои близкие нет мои близкие меня поддерживают и не осуждают и я так понимаю что им это все нравится так что вот такой ответ я не переживаю у меня все хорошо и мне нравится как вот как происходит изменение у меня на канале вот мне это все нравится так 12 чтобы вы посоветовали зрителям которые давно хотят снимать видео но их что-то останавливает ну совет такое верить свои силы вот и конечно же снимать снимать не стесняться ведь но тут не секрет вы можете кто смотрит мое видео перейти на канал и посмотреть мое самое первое видео вот где я рассказываю о том что я связала много работ и работам этим по два по три года уже и я вязала их по мастер-классам различных блогеров и потом уже когда я открыла свой канал я стала вязать изделия свои и так далее поэтому тут только можно сказать дерзайте открываете канал ну и на первых канал на первых порах если вы пенсионер особенно как я вот пенсионерка надо чтобы рядом был кто-то более-менее технически образованный то есть тот кто вам подскажет на первых порах как хотя бы с этой программой мавави работать вот я в мавави есть еще другие программы ну я как-то даже сейчас вот не вспомню название этих программ значит но во всяком случае программ есть несколько различных по которым можно снимать в которых можно снимать и поэтому как говорится здесь дерзайте ну и на первых порах надо чтобы кто-то помог чуть-чуть помог немного вот я говорю мне вот первых два видео мне помогли смонтировать я этого не скрываю уже наверное в третьем теге она это на этот вопрос отвечаю говорю что дерзайте не стесняйтесь учитесь снимать и пусть у вас все получается и пусть у вас канал ваш развивается все будет у вас здорово и еще добавлю что когда-то на ютюбе запустили такой тег тег эстафету я на нее тоже отвечала помоги молодому блогеру если не ты то кто и там я значит и среди моих подписчиков среди моих зрителей нашла пять человек молодых блогеров у которых хоть и у меня было немного на тот момент подписчиков но то есть я нашла людей у которых там но совсем мало там не знаю 50 может 70 и рассказала о них то есть я хочу этим сказать что молодые блогеры открывайте свои каналы и о более опытные блогеры я надеюсь вас поддержат и у вас все будет замечательно и поэтому стесняться не надо пусть у вас все сложится хорошо и замечательно вот итак друзья я закончила отвечать на интересный тег составленный татьяна из канала таня смирнова хочу поблагодарить эту татьяну за автора этого тега за интересные вопросы и на эту эстафету я передавать не буду никому просто хочу сказать что кто желает ответить на эти вопросы и посоветовать молодым блогерам молодым зрителям вашим зрителям которые на вас подписаны но не решаются бояться снять первое видео им посоветовать дерзайте смелее и все у вас получится и так друзья я закончила отвечать на вопрос этого тега спасибо всем кто смотрел мое видео спасибо моим зрителям моим подписчикам всего доброго до новых встреч с вами была тамара савицкая пока пока